В память о Серёже, да, о Серёже, да, потому что я, честно говоря, его... Добрый день, пожалуйста. Да, ну это, слушай, дерёт. Хоть и с мёдом, да? Да. Игорёк, а я сегодня купил новый фотоаппарат себе. У меня в пакете лежит новый фотоаппарат купил себе. Уже четвёртый. Мы думаем, может у тебя купить фотоаппарат, если же сейчас музыкантом как-то ставлю. Еле живой. Он нам подойдёт, он всё покупает. А его надо резинкой, иначе крышка открывается. Кстати, ноутбук наш в ремонте. За тысячу рублей продам, пожалуйста. Не, он нормально, снимает отлично, хорошо? Крышка отваливается, резинкой надо закрывать всё время. А ты его по интернету вычислил? А? Вычислил ты как? Не понял. Где ты покупал его? Это новый, это мой, это... Это тот, который у меня пользовался всё время. Он снимает отлично, у него единственное, крышка отваливает. Вот это плохо, да. А? Я получу деньги на неделю, вот это я купила. Только научишь меня как-то. Я просто новый себе купил, вот он у меня лежит. У меня... Это очень... На самом деле, уникальный аппарат. Я его не буду открывать, потому что я его только из магазина принёс. Ну там... То ли 60, то ли 30 кадров в секунду. Причём хорошее разрешение. Так нет, ну не больше 2000, наверное, это... И это... Одной 2000 секунды ты имеешь в виду, да? Не-не. Не больше двух мегапикселей, это... Это фото. Да. А может там же можно как-то, чтобы мастер слилал? Чтоб наединить? Не, а это... Она пластмассовая, понимаешь? Она вот пластмассовая отломалась, поэтому... А, ну это нормально. Ну, я говорю, я резинкой завязываю, я беру сам и завязываю, и вилкой завязываю. А что делать? Ты мне расскажешь, как вы пользовались. Не, ну уж я, Женя. Он есть? Нет, снимает... Он снимает... Этот брошу, который вы... На который обратили внимание. Специально. Да. Постирал его тщательно. Он стирал. Женя, он снимает как снимал, так и снимает. То есть его абсолютно. Самый раз снимает, он нормально вот. А вот, единственное, вот эта проблема у него серьёзная. Да. Вот так он нормально. 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 Класс. 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 По дизайнум. Красивая. Да. Вот такой... Вот такой... У меня... У меня... У меня что вы доверили? Да. Это же обычный цифровой. Ну, как это. Цифровой пищевар. Да ну. Ну, как же, это цифровой, какой-то. Цифровой пищевар. Да, вообще, конечно. Она же там, как он видит. Как в горе, без твоей. А как вас связать-то, я не представляю, как связать-то вас? Ну ты пошли ему в Москву. А адрес послать? Ну я, пожалуйста. Она тебе скажет, как, чего? Она едет в Германию. Прошу. Только нам это принёшь, я понимаю это правильно, да? Нет, я очень плотно пообедал. Да, 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 пожалуйста. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Игорь Иванович. Чё, не будешь играть? Да, 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 да. Я думаю, что около одиннадцати мусаки попросторнее, и вот нашу сотрудник, вместе с профессором. Четырёхручный. Ага. Нет, ну сейчас никто ещё не... У него в квартире мы снимали, там на квартире здесь такой... У него такой голос, он так, мне кажется, поёт, слабо. Хороший кофер мне поставленный голос. Да, и он нормально, не трогает. Чертите на руку. Хороший, но всё-таки широй. Работайте, работайте. А вы тоже по себе этих... Нет, я уже это... У меня же микроинсульт был. Конечно. Олег, только ты с коленом. Олег по... Ты ещё. Начинаем. Ну всё-таки... Я хочу немного... Нет, вполне. Вот здесь мы можем проехать. Вот идите сюда. Иди сюда, сядьте, сядьте. Сядьте, сядьте, сядьте. Достоевского актёра. Я, как режиссёр нормативного театра, актёр... Ну, в общем, кто знает, тот знает. Художник, я много где сам оставил, много где работал. По нашей России. И кинорежиссёр. Да, и он играл Достоевского. И он занимается Достоевского. Скажите-ка, Олег. Я знал Сергея не так, чтобы очень плотно, близко, но через Кулю Лаврова, который является другом моим по дворческой юности с Выборгского дворца культуры и так далее, и так далее. И всех там, которых вы знаете, и которых... Я сейчас не буду напоминать многие вышли большие актёры. И многих уже, к сожалению, нет. Не только Николая Лаврова. Вот и буквально перед смертью я видел, как Екатерев нёс очень взволнованный зимой, как-то без головного убора по-невскому. Хотелось его остановить, как-то поговорить, перевести. Ну, не посмел. Видимо, у неё там свои были проблемы. И так я там не поговорил. Ну, он хотел работать в моём там спектакле «Женщина в песках». В своё время не состоялось. Хачинский потом возник. Тоже не состоялось. И тоже его нет. На двоих эта вещь была... Мечта моя это репетие сделать совершенно по-другому. Никак у Стокалова сделать. Потому что я её начинал, блещу на песках ещё с Харитоновым давным-давно. Но всё-таки это было на актёров. На актёров, которых я видел в этой роли. Но, увы, вот как-то так получалось, что они уходили. Хачинский, правда, это репетие мы начинали. Чуды. Два места. Вот ещё. Я специально как-то ни разу не читал. И хочу прочитать письмо моего любимого Егенина. Письмо женщине. Вам всем известное знаменитое письмо. Оно чем-то очень... Вот вы услышите в нём интонации, которая... Оно драматично. И о любви. И о жизни. Я налю, так? Я налю. Я налю. Я налю. Угу. Давай. Так. Вы помните. Вы всё, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться. Что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься. А мой удел катится дальше вниз. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что сонмище людском я был, как лошадь, Согнанная в умыли, пришпоренная смелым издаком. Не знали вы, что сонмище людском в разрушённом буре и быте С того и мучаюсь, что не пойму, куда несёт нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать. Большой видится на расстоянии, Когда кипит морская гладь. Корабль в плачевном состоянии. Земля. Корабль. Их мало. С опытной душой Тот твёрдым в качке оставался. Тогда и я под дикий шум, Но, крепко знающий работу, Спустился в корабельный трюм. Чтоб не смотреть людскую рвоту, Тот трюм был русским кабаком. Я склонился над стаканом, Чтоб не заботясь ни о ком, Себя сгубить в угаре-то я нам. Любимая, я мучил вас, У вас в глазах Тоска была такая, Как будто перед вами напоказ Себя прострачивал в скандалах. Но вы не знали, Что в сплошном дыму, В разворочённом бури, Быть тем, С того и мучаюсь, Что не пойму, Куда несёт нас срок событий. Но те года прошли, Я в возрасте Ином, И чувствую мысль по-другому. Любимая, Я к вам спешу Сказать, Я избежал Падение скрупче. Я стал не тот, Кем был тогда. Не мучил бы я вас, Как это было раньше. Простите, Вы меня, Любимая. Я знаю, Вы не та, Живёте вы С серьёзным умным мужем, И не нужна вам Наша манита. И сам я вам Никак это не нужен. Ну что ж, Живите так, Как вас ведёт звезда Под кущей Обновлённой сени. С приветствием Вас Помнящей Всегда Знакомый ваш Сергей Если б не было бы я Поэтом То, наверное, был бы мошенник И вот, Худощавый И низкорослый Средь мальчишек Всегда герои Часто-часто С разбивным носом Приходил я К тебе домой И навстречу Суперной маме Я светил Спросил И рост Ничего Я 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 В крови душа. И уже говорю я не маме, А в пустой и хохочащей сброд. Зачего? Я споткнулся о камере. Это к завтрам. Все заживет. Пойдите с Романом поговорите. Пойдите с Романом поговорите. Пойдите с Романом поговорите. Только раз судьбою рвется низ Только раз в холодный зимний вечер Мне так учится любить Только раз бывает в жизни встреча Только раз судьбою рвется низ Только раз в холодный зимний вечер Мне так хочется любить Только раз в холодный зимний вечер Мне так хочется любить Гаснет луч пурпурного закрата Синяком окутанный Где же ты, любимая когда-то? Где же та, дарившая мечты Только раз бывает в жизни встреча Только раз судьбою рвется низ Только раз в холодный зимний вечер Мне так хочется любить Только раз в холодный зимний вечер Только раз судьбою рвется низ Только раз в холодный зимний вечер Только раз в холодный зимний вечер Мне так хочется любить Только раз в холодный зимний вечер Только раз в холодный зимний вечер В этом году я не был в Кременчуге. Вот они отдыхают в Испании обычно, поэтому они вот и езжают, я это потом уже понял. Там только у нас бауровки и горшки. Кто? Вот ребята, которые поют вообще. Они туда ездят, поэтому они любят эту муску. Я это понял потом уже. Мы без Тани не сможем. Да, пожалуйста, в золото, сейчас могу. Я на самом деле здесь, 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 здесь. Понятно. Хоть мой голос. Чёрный ворон Что ты бьёшься Над моей укоровой Ты добычи Не добьёшься Чёрный ворон Я не твой Что ж ты Когти Распускаешь Над моей укорой Над моей укорой Над моей укорой Чёрный ворон Чёрный ворон Я не твой Лусь И не твой И не твой И не твой Полетит В свою И не твой В мою И не твой Моей, ей скажи, ой, любезно, Что за роди земля, принеси плоток кровавый, Милой любушке моей, ей скажи, ой, смотри, ой, смотри, ой, смотри, ой, смотри. Я женился, да, буду их, корена стрела венечала, На средь битвы роковой вижу смерть мой. Сейчас закончу. Не для этого, для выступления. Микрофон. Молственное, кстати, я, конечно. И споет, а время дороги вознится без печи, И просятся боль в полет. И просятся боль в полет. Ах, только бы трудника не спилась бы с круга, Увенчик и сон под дубой. Две странницы вечерой, Любовь и разлуга, Не ходят одна без другом, Без странницы вечерой, Любовь и разлуга, Не ходят одна без другом. Сами раскрыли ворота, Мы сами счастливую тройку пригли. И голубь уже что-то сияли, Что-то погасло вдали. Но что-то погасло вдали. Святая наука, Расслышит друг друга, Расслышит друг друга, Сквозь ветер на всех брендах, Расслышит друг друга, Расслышит друг друга, Любовь и разлуга, Подержатся сна, Исполнает сна. Исполнает сна, Исполнает сна, Исполнает сна, Исполнает сна, Спасибо, что выглядели в глаза. Глаза выглядели в глаза. То берег, то море, То солнце, то юга, То лосточки, то воронё. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ